Здравствуйте, мои дорогие! Как я и обещала своим подписчикам, ну и самой себе, кстати, а подписчиков у меня уже целых пять человек, и это лучшие люди интернета, как вы понимаете. Вот, значит, как я и обещала, я хочу просто-напросто сегодня разобрать свои подписки, посмотреть, не надо ли какие-то удалить, потому что какие-то, безусловно, надо. Ну, это мы посмотрим потом. Вот, значит, и... ознакомить всех с кругом моих интересов. Вот, значит, это будет довольно интересно, тем более, что у меня сейчас есть свободная минутка, собака дрыхнет, дома никого нет, мне делать ничего неохота, работу пока мне не дают. Упоминал ли я, что я работаю писательницей? Малоизвестной пока. Ну и без перспектив стать известной, так как пишу анонимно, ну, в том плане, что не под своим именем. Если бы я писала под своим именем, я давно бы умерла от стыда. Да, так вот, значит, мои подписочки. Что у нас тут идет первым? Ну, каково? Ну, это обзоры, знаете ли, обзоры событий, допустим, недели. Они еженедельные или почти еженедельные. А иногда бывают стримы, которые я не очень люблю. Ну, вот, значит, и мне это нравится. Мне нравится подача материала, мне нравится то, о чем он говорит, мне не очень-то нравится. Вот все эти вот звезды, не звезды, вся эта ерунда. Это совсем неинтересно. Но то, как он это делает, мне нравится. Это познавательно, это весело, это необычно. Пусть будет. Его, естественно, не удалю. Следующим у нас идет Таганай. Типичные косяки российских фильмов про войну. Кино, клюква. Я очень люблю такие разборы, честно вам скажу. Да, смотрела не все еще. Ну, я еще посмотрю. Нет, его я тоже не удалю, потому что мне это нравится. Мне это однозначно нравится. Евгений Спицын тоже однозначно нравится. Это историк. И говорит он как раз то, что... Что вызывает уважение. Как и он сам. Мне нравится то, что он делает. Тоже посоветовала бы посмотреть, хотя я понимаю, что многим это будет вразрез. Но да ладно. Его, естественно, оставляю. Анна Ханна. Любимый мой канал. Во-первых, это очень красивая женщина. Аня с алкоголем. Очень красивая и очень милая, как видите. Вот. О чем у нее речь идет? Это о всяких событиях прошлого, довольно громких и неоднозначных. Ну, вот она их там разбирает и преподносит очень интересно, очень красиво и очень мило. Хотя говорит она о вещах чаще всего невеселых, мягко говоря. Трагичных даже. Просмотрю роликов, открою вам небольшой секретик. Может, и вам поможет. Улучшает у меня даже физическое мое состояние. Серьезно. Мне некоторые недуги даже проходят. Так что советую однозначно. Да, вот видите, вот всякие тут разные, разбирает она события. неоднозначные, громкие или даже совсем неизвестные. И она делает это тщательно. Это большая действительно работа. Ну, и к тому же, да, я говорю, что эти ролики смотреть очень приятно. День ТВ. День ТВ о канале. Не помню, когда я на него подписалась. Я вот на эти политизированные, исторические подписываюсь, потому что некоторые смотреть интересно. И, знаете, помогает немножечко как-то определиться самой. Хотя, в принципе, меня вся вот эта политика, вот все это не интересует. Я очень далека от этого, честно. Но посмотреть иногда интересно. Поэтому оставляем. То же самое могу сказать и про плохой сигнал, так сказать. Но это очень хороший канал. Очень хороший канал. Его я однозначно рекомендую. И уж от него-то я не откажусь никогда. Вот. Потому что он подает все, вот не как вот обычно эти все пропальщики. А со смыслом. Есть о чем подумать, свое мнение составить. Нет, это действительно интересно. Боярова Юля. Ну, наконец-то есть нечто, от чего я могу отказаться без особых потерь для себя. Да и думаю, для самой Бояровой Юли. Потому что у нее подписчиков предостаточно. Не знаю, сколько, не важно. Вот. Просмотр, во всяком случае, полным-полно. Она что делает? Ну, вот. Обзирает. Обзирает. Разнообразные передачи, ток-шоу и так далее. В своем стиле. Почему подписалась? Вы знаете, мне нравится, как она говорит. И сама по себе девушка очень приятная, конечно. Но оставлять у себя канал только потому, что там девушка приятная и говорит хорошо. Ну, отменим подписку, ладно. Отмена. А, нет, отказаться. Вот. Что у нас идет следующее? Лен.ру. Ну, вот опять этот вот политический и так далее. Ну, это я тоже не помню, по какой причине я подписалась. Вот, по-моему, как раз про Меньшова я там что-то смотрела. Вот. Потому что тут все время вот разные ведущие. И, допустим, слушайте, я забываю фамилии. Вот этот товарищ у нас как называется? А, Игорь Пыхалов. Вот он очень нудно ведет. Интересно, ну, нудно, ну, неинтересно его слушать. Вот товарищ Алексей Щербаков. Он не нудный, но он вот своим кривлянием каким-то... Может, он не кривляется, он на самом деле такой. Но мне не нравится. Вот Владимир Соловейчик, да, вот этот мне нравится. Ну, все-таки канал я оставлю. Потому что там бывают очень интересные материалы. И вам советую. Жизнь с онкологией. Ух! Так, я очень бы не хотела, чтобы кто-то подумал, что вот я подключилась к этому каналу для того, чтобы смотреть за жизнью этой женщины и за ее, Господи, прости меня, угасанием. Нет, потому что... Ну, или там за борьбой, или чему-то учиться, или не учиться, понимаете? Я вам скажу, как я подписалась. Я зашла на ее канал давным-давно. Там у нее еще было очень мало подписчиков. И она просила, что вот там подписывайтесь, лайкайте, тра-ля-ля. Ну, и я подписалась. А теперь смотрите, вон уже у нее почти 4 тысячи подписчиков. И во мне, я так понимаю, особой нужды нету. Да, еще мне что привлекло? Очень красивая женщина, согласитесь. Очень красивая. Даже вот в своем болезненном состоянии она хороша. И мне это понравилось. И мне действительно очень хочется, чтобы она выздоровела. И не болела больше. Ну, чтобы хотя бы ей стало так же, как было раньше. Я, правда, очень не хочу, чтобы она болела. Вот даже, знаете, смотреть больно. Вот такая красивая женщина, и вот такое случилось. Вот так-то вот. И поэтому я на ее канале останусь, чтобы, чтобы в конце концов порадоваться тому, что кому-то повезло. Я очень верю, что ей повезет. Роза Шпатель. Это я подписалась довольно давно на эту девушку-красавицу. Действительно симпатичная женщина. Вот. Но в последнее время она что-то вот эти видео выпускает очень редко. И очень они какие-то, ну, просто нарезки каких-то вот кадров. Все это так очень ернически, с кривляниями, с шатаниями какими-то. Есть несколько интересных. Но, ну, вы знаете, я думаю, что если вдруг появятся интересные, я всегда ее найду. Правда же? Тем более, что сейчас настолько редко, там, раз в месяц, в три месяца. Ну, это что? Нет, я отписываюсь. Что такое? А, вот. Отменить подписку. Потому что не очень-то хочется. Что-то я торможусь. Отказаться от подписки. Вот. Ну что, десять минут я уже проговорила. И какое-то количество каналов обозрила. Так что, пока я прощаюсь. Ну, думаю, что ненадолго. Просто не хочу ваше время занимать. Вот десять минут посмотрели, а потом еще десять. Хорошо? Ну и отлично.